Самара на год стал библиотечной столицей страны. Сегодня в областном центре открыли юбилейную 20-ю конференцию Российской библиотечной ассоциации. Участие в ней примут гости из 60 регионов всего около 2000 человек. Что интересного в книжном мире и что интересного покажут жителям области в нашем следующем сюжете. Издатели, писатели, библиотекари и все, кто неравнодушен к литературе и культуре. Гости из 60 регионов России. Открывают конгресс библиотекарей в одном из самых крупных залов страны в Самарском театре оперы и балета. Ну а почему я приехала в Самару? Во-первых, это один из лидеров библиотечного дела. И здесь есть что посмотреть. Здесь уникальные есть и библиотеки детские, библиотеки семейного чтения, областная библиотека. 20-й по счету конгресс проводят в Самаре не случайно. 2015-й объявлен годом литературы в стране. И именно в Куйбышеве, тогда еще на Всесоюзном съезде библиотекарей, впервые подняли вопрос о создании профессиональной ассоциации. Почетный знак и звание библиотечной столицы страны. Носить его Самара будет весь год. От вашего персонального самосознания, эрудированности, творческого внимания отношения к работе и людям зависит от наших традиционных ценностей, духовного нравственного способа. Дело просветительства России в значительной степени находится в вашем карте. Конгресс каждый год проходит в различных городах России. И этот город получает статус библиотечная столица России. Каковы критерии отбора? Их очень много. Это историко-культурные традиции города, это развитость современной социальной инфраструктуры города, это высокий уровень развития библиотек. В течение недели в Самаре проведут несколько десятков мероприятий, в том числе 16-ю по счету выставку издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг, а также большой поэтический ринг, школу библиотечного блогера и многое другое. Ирина Трофимова, Александр Каракулько, Дмитрий Алатросов, Новости губернии.